Мария спрашивает, щенок KS Honda в 5 месяцев ходил месяц в группу перед ОКД с изучением основных команд. Вел себя хорошо, не реагировал лайм на собак на улице. Сейчас ему 9 месяцев стоит увидеть другую собаку, начинает лаять и рваться к ней. Лай не негативный, но раздражает меня и владельцев других собак. В основном другие собаки ему не отвечают. Вопроса нет, видимо, что делать как обычно. Знаете, очень трудно ответить, в чем причина, потому что их может быть несколько. Но я бы в первую очередь задала вопрос, нет ли у собаки синдрома площадки. Мы в этом вебинаре будем говорить про синдром площадки. Значит, если коротко, то это когда собака ходит в группу, занимается и там хорошо работает, это выходит за площадку, работа заканчивается, заканчивается послушание. Значит, как не попасть в такую засаду? Мы, по-моему, и на предыдущих встречах говорили на самом деле про синдром площадки, потому что это очень частая ошибка, распространенная ошибка. Дальше я задала бы вопрос, учила ли я собаку работать с этим конкретным раздражителем, с таким раздражителем, как чужие собаки. Мы на первой встрече об этом говорили очень много. На второй встрече мы об этом говорили очень много. И будем говорить и на третьем вебинаре. Работа через контур обусловливания, когда мы меняем эмоциональный ответ собаки на какой-то раздражитель. Значит, и еще третий пункт, который здесь я задала бы вопрос. Знает ли собака протокол расслабления? Умеет ли собака ничего не делать? Если нет, то почему вы не учите? То есть собака должна уметь расслабляться под вашими руками, должна уметь выдохнуть, если вы сказали, поди сюда, я хочу тебя погладить сейчас. И собака должна уметь хорошо брать еду при виде раздражителя. Если собака ваша не в состоянии покушать, если она видит другую собаку на расстоянии 20 метров, попробуйте сделать расстояние 30 метров. Не работает на 30 метров, отойдите на 40 метров. Проверьте, ваша собака берет кусок, ваша собака может играть в игрушку. Если везде будет ответ «нет», то нужно будет вернуться чуть-чуть назад и начать учить собаку работать с раздражителями на больших расстояниях, работать с контролируемыми раздражителями. Это вот то, о чем я сегодня упомянула. То есть не существует изолированная такая проблема. Это комплекс работы, который должен быть сделан хорошо. Если вы какой-то кусочек мозаики не доделали, то работа рассыпается.